Несколько минут назад появились первые кадры обломков затонувшего батискафа «Титан», поднятых из глубин Атлантики. 18 июня батискаф «Титан» перестал выходить на связь. В течение нескольких суток береговая охрана США занималась поисками судна, опасаясь, что на борту закончится кислород. Однако недавно выяснилось, пассажиры погибли вскоре после погружения. На днях были найдены первые обломки «Титана». Они находились в 200 метрах от носовой части печального известного «Титаника», к которому и погружались туристы. Журналистка канадского телеканала CBC опубликовала видео с обломками батискафа, обнаруженными береговой охраной США в районе крушения «Титаника». Груду искореженного металла выгрузили сегодня с корабля на пирсе канадской береговой охраны. Судя по видео, от подводного аппарата «Титан» осталось совсем немного белый изогнутый металлический лист и некое подобие кокона, заполненное кабелями и другими механическими частями бывшего батискафа. Ранее представитель береговой охраны США заявил, что экипаж «Титан» погиб из-за имплозии подводного судна. В силу давления воды батискаф с людьми буквально сжало как банку. Напомним, что на борту судна находились пятеро человек, и все они погибли. Но еще три года назад о проблемах «Титана» предупреждал один из сотрудников. У корпуса наблюдались признаки циклической усталости. Компания не стала серьезно воспринимать слова специалиста и даже его уволила. На этом все, уважаемые зрители. До скорой встречи!